На следующий день после гонок в Чугуеве прошло еще одно автомобильное соревнование. Гораздо менее масштабное, с гораздо меньшим числом зрителей, но примерно с таким же числом участников. Союз автоклубов провел на автограде учебно-тренировочный сбор «Суровая зорница», посвященный началу учебного года. Мероприятие, как и все подобные, было рассчитано не на зрителей, а именно на участников, тех, кому нравится чувствовать себя гонщиком за рулем собственного авто на специально подготовленной трассе. А трасса получилась в этот раз весьма непростой. Всего участникам прислало пройти 8 скоростных участков, 4 асфальтовых и столько же грунтовых. Идея принадлежит активисту Союза автоклубов, неисправимому оптимисту и любителю покатушек «Разъездяю». Для чего это мероприятие затеяно? Люди жаждут покатушек. Те, у кого в крови бензина норма зашкаливает, жаждут нереального количества покатушек. Вот поэтому Союз автоклубов не может быть в стороне, и «Разъездяй» придумал, организовал, и все это основное, все легло на его плечи. Наши партнеры всегда поддерживают нас в мероприятиях, это вот сеть АЗС Овис, нам всегда помогают, всегда поддерживают, за что мы очень им благодарны. Асфальтовая часть, размеченная покрышками на площадке автограда, она включала в себя достаточно длинные прямые отрезки и коварные виражи. А грунтовая часть, нарезанная грейдером трасса замысловатой конфигурации. И ту, и другую часть гонщики проходили два раза в одну сторону, затем два раза в обратном направлении. Как всегда бывает на таких покатушках, Асфальтовая часть представляла опасность только для резины автомобиля и для старых колес, ограждавших собственно трассу. А вот грунт, самый неприятный сюрприз для участников и немногочисленных зрителей, преподнесла погода. Нет, погодка была отличная, солнышко облака, но очень сухая. Пыль на трассе стояла буквально столбом. Как в этих клубах что-то могли разглядеть пилоты, не представляю. Зато как эта самая пыль скрипела на зубах, знаю очень хорошо. А еще грунт в такую сухую погоду был неожиданно скользким. Пыль под колесами машин работала как смазка, здорово мешая четко держать оптимальную траекторию. Были, конечно, поэтому и вылеты. Но, к счастью, обошлось без серьезных проблем. В результате лучшее суммарное время Асфальт плюс грунт показал экипаж номер 2. 18 минут и 2 секунды во всех восьми заездах. За что и получили призы от организаторов, а вместо кубка – Глобус Автограда. Поздравляем! Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла. Субтитры создавал DimaTorzok